Всем привет, мои дорогие друзья, из Курского Соловиного края, который сейчас погрузился в такой мрак, туман, прохладу осеннюю. Таня едет по своим делам, девята, девчата. Еду я по не очень хорошим вопросам в аптеку, девчонки. Ой, господи, все болеют вокруг, все болеют. И у нас свалилась наша бабушка любимая, мамочка. Вызывала сегодня врача, назначили там кучу всяких лекарств, поеду. Спасибо, девчонки. Что значит маленький город, если честно? Маленький поселок, маленькая деревня. Позвонишь, хотя бы какую-то информацию узнаешь. Вот у меня три аптеки знакомых, где не просто я знаю телефоны, где мои подруги работают. Я все обзвонила, только в одной. У Наташи, у знакомой, нашла то, что мне надо. Потому что нету ни антибиотиков, девчонки достойных, которые выписывают. Никакого другого лекарства, ни противовирусного. Я не знаю, что творится вообще, что будет дальше. Только начало сезона, скажем прямо, осенне-зимнего. Еду, она мне отложила, сейчас куплю кое-что. Куплю вкусненького маме, отвезу. Просто, наверное, поставлю сумку на всякий случай около двери. Вот, нас как настращали. И поеду домой. Что, ребята, интересно, сегодня у меня не запланированный выходной. Вы будете смеяться. Это просто, я не знаю, в нашей стране могут быть такие события. Вчера позвонили нам в школу, даже не представившись. Бог его знает кто. И говорят. Так и так. Завтра во всем селе не будет света с восьми до часу. А там Бог его знает, может и больше. Ну, мы это дело прослушали. Так называемую телефонограмму. Директора не было. Она была на уроке. Потом она приходит и говорит, послушайте, а кто звонил? Как это может быть, если отопление? Все связано со светом, ребята, вы поймете меня. Столовая, ладно, бог с ним, можно взять с собой бутерброд. А так, темно. Полдевятого, еще темно. В классах по одному, по два окошка, классики маленькие. Школу строил еще, ребята, царь-батюшка. Короче, ну, хоть плачь. Давай бить во все колокола, что делать? Дети-то придут, тем более, одни малышей, старших нету. Толку с этой учебой. Только перемерзнут. Да и мы, в том числе, перемерзнем. Спасибо нашему директору, конечно, женщина взяла власть в свои руки, дозвонилась и приняли решение сегодня обучаться дистанционно. Ну, так как такое дистанционное обучение не налажено ничего в начальной школе, поэтому просто, скажем, прямо получили домашнее задание, вот сегодня сидим дома. Я считаю, только у нас такие события могут происходить. Но, если вы, ребята, умные, монтеры, там, я не знаю, работники электросети, вы бы сначала договорились, поговорили, неужели эти работы нельзя сделать после часа? Ну, хотя бы после 12. Ведь своя рука владыка, маленький, небольшой район, делай, что хочешь. Садики тоже мерзнут. Ну, там звонили, девчата рассказывали, всех родителей по возможности не приводите, потому что и столовой не будет, такого питания хорошего не будет, как обычно. И свежо, прохладно. А у нас на территории нашего села два садика, один вообще громадный, районный. Вот, школа, пожалуйста. Никто ни с кем не считается, девчонки. Отключили свет и сиди как хочешь. Так что, интересное у нас событие. Поэтому у меня такой незапланированный выходной, но какой-то он все равно тревожный. Вот завтра не знаю, что будет. Тем более, эти работы плановые, ребята. Неужели, что вы там рейсы не можете спланировать так, чтобы это было ни в ущерб никому? Вот такая веселая ситуация. Мало того, что и так болеют все на повал. Да еще и отключим свет в такую пору. Померзнете, ребята. Ой, господи. Ладно, прибыла я, ребята, в дальнюю свою аптеку, где договорилась уже с подругой. Попробуй теперь встань. Все работает. Люди все на машинах. Нашла местечко. Ой, пойду. Бабушке болеть нельзя, мамуля. Выше нос, хвост трубой. Никаких болячек не должно к нам прицепиться. Пошла. Красота, девочки, неземная. Одела масочку. Свеженькую достала. Каждый раз достаю свеженькую. Вот тут еще у меня висит маска мужа на всякий пожарный случай, потому что он часто забывает. Мужики, это вам не девочки. Побежала. Увидимся. Девчонки, мальчишки, Таня уже дома. Как вам видно, дали нам свет, слава богу. Могу что-то вам снять в доме. Набрала я на очень круглую сумму. Даже не хочу уточнять, какое лекарство маме. Но и себе, естественно, заодно. Так и не проходит моя рука. Капсикам это такое дело, ребята, не знаю. Более утоляющее, не знаю. Разогревающее 100%. Только что жжет мне кожу. Больше никакой реакции. Вот уже прошло больше недели. Не происходит. Не хочу я им пользоваться. Купила наши обычные девчонки. Кто знает, советский меновазин. Милое дело. Стоит копейки. Ничего не жжет. Поэтому не только муж, даже сын. Натрет мне мое плечо. И буду я в шоколаде. Это взяла какой-то противовирусный. Но я посоветовала мне подруга срок годности большой. Думаю, ладно, возьму. А дальше, девчонки, вы будете смеяться. Такое может произойти только в нашей Раше. Как говорится, я люблю свою страну, но ненавижу государство. Вот посмотрите. В какой стране мира еще вот так могли продать человеку. Только у нас. Потому что, как сказали мне, не прошло лекарство. То ли маркировку какую-то, то ли бог его знает. Вот здесь у меня антибиотики, противовирусы. Вот в таком вот виде. Но коробочки должен был сам товарищ, работающий в аптеке, оставить себе. Ой, ребята, все веселее и веселее. Я не знаю. Вот говорят, не нойте, не нойте. Да это же я не ною. Это я наоборот смеюсь над происходящими событиями. Хотя как-то тревожно. Ой, и неспокойно на душе. Вот, мои хорошие. Таня пошла лечить руку, молить Бога, чтобы больше ничего не заболело. И чтобы мама наша вышла из такого болезненного положения. Ну, вроде врач сказал, легкие пока чистые, все нормально. Если станет хуже, тогда женщина, идите в больницу. А в больнице сам же врач подтверждает. Вы можете поймать еще больше болячек себе. Так что лучше сидеть дома и старым детальским способом лечиться. Хотя такие вирусы сейчас, что их старым способом не победишь. Друзья мои, ситуация просто, я не знаю, аховская. Вот заболела мама. Купила лекарство, по блату купила. Нет нигде воды для инъекций. Господи, да что, что творится. Нет нигде воды для инъекций, девочки. Просто во всем районе. Обзвонила всех своих подруг. Спасибо одна девочка. Моя ты умничка, моё ты солнышко. Выпросила просто, как говорится, для своих. Я уже никакой там цену даже не спрашивала. Привезла домой, потому что я сейчас без машины. Муж поехал ставить зимнюю резину. Девочки, мальчики, берегите себя. Но как тут беречь, если даже воды для инъекций нет. И только по блату. На копейки стоит. У нас в Курске свой фармзавод. Провалился на жизнь. А воды для инъекций нет. Вот, Господи, слава Богу, сейчас отвезу маме. Будет сама себя девочке колоть, потому что никто не пойдёт. Только взяли у неё на анализ, на вирус, на этот мазок. Поэтому все боятся. Я не умею. Я бы пошла. Мне пофиг, как говорится. Но будет колоть сама себя пробовать. Вот такая жизнь наша. Интересная и очень. Гуманитарку кому-то шлём. А себе, ребята, не можем даже обычную воду для инъекций создать. Вот так, мои хорошие.